Здравствуйте, друзья! Я Михаил Шилов и сегодня я хочу с вами поговорить о кроссфите как о методе функциональной подготовки для адептов боевых искусств. Скажу сразу, что о кроссфите я буду говорить не о как виде спорта и тем более не о как спорте высоких достижений. Дело в том, что очень часто кроссфит все именно так и воспринимают. Когда заходит речь о кроссфите, то все видят в нем две ипостаси таких. Первое, это спорт высоких достижений. Все вспоминают атлетов, чемпионов, которые при занятиях выполняют за какой-то короткий интервал времени, какие-то немыслимые функциональные нагрузки, работая с какими-то большими весами, бегая с какими-то немыслимыми скоростями. То есть это сверхлюди, айронмены, суперчемпионы и все такое прочее. И, конечно, они кажутся небожителями и недостижимы результаты их. Второе, это те люди, которые пытаются им как-то подражать или просто хотят себе что-то доказать и занимаются на таком высоком уровне интенсивности, что в итоге на тренировках они изнемождаются до такого состояния, что блюют, им дают майку с блюющим клоуном, это считается неким видом достижения, считается, что это классно. Вот это тот этап, который должен обязательно пройти каждый человек, который занимается кроссфитом. Так вот, я вовсе не об этом. Дело в том, что для адепта боевых искусств кроссфит это не спорт, отдельный, стоящий где-то. Это вспомогательный метод специальной физической подготовки. Не более того. Почему же не тогда ни тренажерный зал, ни что-то еще? Да потому что, понимаете, кроссфит это просто название, которое совокупно включает в себя огромное количество разных упражнений. Огромный комплекс упражнений. Это прежде всего надо понимать как метод функционального тренинга, который заключается в цикловой или круговой тренировке, или интервального тренинга. Когда во время перерывов частота сердечных сокращений более-менее понижается, а во время випиковой нагрузки она достигает высоты, при которой происходят те необходимые изменения, которые мы себе запрограммировали. Это либо жиросжигание, либо повышение силовой выносливости, либо скоростной выносливости, либо какой-нибудь еще выносливости и так далее. Вот для чего это все дело делается. Значит, и поэтому, да, как это вычисляется? Вычисляется это совершенно по-разному. И кроссфитом, на самом деле, может заниматься человек с самого нуля, вообще неподготовленный. А то некоторые считают, что кроссфит – это метод тренинга для очень подготовленных атлетов. Типа ты сначала позанимайся бегом трусцой, а потом занимайся кроссфитом. Я вам скажу так, что бег трусцой для неподготовленного человека может являться элементом занятий в системе кроссфита, составленной специально для него программой. Понимаете? Вот. Поэтому частота сердечных сокращений, она вычисляется, во-первых, от возраста, от веса и, конечно, от тренированности. Конечно, чем человек более тренированный, тем пиковая частота сердечных сокращений может быть у него выше. И чем он больше тренируется, тем его можно больше повышать без вреда для себя. Ну, конечно, не заходя за определенные пределы, если вы не ставите себе задачу все-таки стать профессионалом или рекордсменом в области кроссфита, сделав его спортом. Так вот, если вы это не делаете, а занимаетесь именно как функциональным тренингом, то у вас не будет ни закисления миокарда, не будет никаких проблем, потому что вы не будете выходить за пределы той пульсовой зоны, за которую вы не готовы выйти, где вы еще не тренированы. Вот и все. Все очень просто. А почему же кроссфит? Почему мы его так называем? Почему не какой-то там интервальный тренинг или что-то еще? Да можно называть это как угодно. Просто кроссфит действительно хорошее название. Кросс, да, перекрестные. То есть, где пересекаются многие-многие виды направлений физической нагрузки. Хорошее название. Не логизмы, в принципе, нужны, потому что коротким словом кросс можно объяснить весь тот комплекс упражнений, который входит туда. То есть, это разнообразие, пересечение разных типов нагрузки, разных способов нагрузки, разных упражнений. Чем он, кстати, хорош? Если вы работаете, предположим, в спортзале, да, работая со штангой, гантелями, в каких-то самогетренажерах, вы все равно ограничиваете себя тем, что вы даже свободными за весами, каким-то видом надупражнений, предназначенных именно для этих снарядов. И несмотря на то, что в кроссфите есть упражнения из тяжелой нотоатлетики или какие-то еще, но в то же время там есть и бег, интервальный бег, полиметрические нагрузки, запрыгивание-выпрыгивание, велосипед, плавание, ускорение различного рода, отжимание, подтягивание, элементы стрит-воркаута, ношение тяжелых предметов, часто неудобных, работа с сэндбэгом, работа на петлях, чего там только нету вообще. Работа с кувалдой, кантование покрышек. То есть, понимаете, то разнообразие тренинга, который предоставляет кроссфит, заставляет организм работать вообще полноценно. Все мышцы, все связки суставов, все заставляет работать тело по самым разнообразным траекториям. Там работает огромное количество мышц стабилизаторов и не в конкретно каких-то траекториях, а в самых разнообразных. Если вы посмотрите на фигуры кроссфитеров, самых выдающихся, они не похожи на фигуры ни бодибилдеров, ни мэнс физик, ни классического бодибилдинга, ни пауэрлифтеров. У них совершенно своя фигура, может быть, больше всего она напоминает фигуры гимнастов. Потому что у тех тоже нагрузка самая разносторонняя и самая разнообразная. Но это и что касается внешней кондиции, но то, что касается еще и подготовки сердца и сердечно-дыхательного комплекса, то здесь они, конечно, имеют колоссальное преимущество, потому что ни один гимнаст не сможет, предположим, бежать 15 километров, потом плыть 700 метров, еще сколько-то фигачить на велосипеде, а потом выполнить какой-то глобальный комплекс нагрузок. Но я не про чемпионские вещи даже говорю, а хотя бы просто даже если это делать на среднем уровне нагрузки. Поэтому кроссфит является для бойца, для борца, для ударника лучшим методом функциональной подготовки. Потому что наряду с развитием функционики, то есть выносливости сердечно-сосудистого комплекса, развивается органично работа всех групп мышц в самых разных режимах, какие только есть. И на взрыв, и на статику, и на статодинамику, и на плеометрику, всеми способами, которыми только есть. И везде требуется высокий уровень подготовки выше среднего. Для бойца это крайне необходимо. Поэтому я считаю кроссфит наилучшим методом специальной физической подготовки, и в том числе и общей физической подготовки для бойцов, для борцов и вообще для всех адептов боевых искусств. Ребята, занимайтесь кроссфитом. Я очень рекомендую. Я сам занимаюсь тоже. Вы на моем канале можете найти много видеороликов, где я показываю различного рода комплексы, упражнения. И резюмирую. Понимаете, разделите кроссфит как вид спорта и оставьте его тем, кто готов им заниматься как видом спорта. И поймите, что любой человек может заниматься кроссфитом на том уровне подготовки, который у него есть. А для бойца это лучший способ функциональной подготовки, какой только существует. Всем пока, удачи, занимайтесь кроссфитом. С вами был Михаил Шилов. С вами был Михаил Шилов.